В здании администрации района гостей встретил глава видного Моисей Шимаилов. Представители Словакии обсудили с руководителями региональных министерств, ведомств и муниципальной власти насущные вопросы. Сегодняшнее мероприятие является хорошим поводом для встречи с партнерами, для обсуждения возможностей развития и дальнейшего углубления текущего сотрудничества городов-побративных Словакии и России. А также для поиска и нахождения новых перспективных сфер деятельности. В Словакии уже сложилась традиция развития сотрудничества между городами разных стран мира. Партнерство берет начало в послевоенном периоде, когда появились первые города-побративы. Многие отношения сохранились и по сей день. Сотрудничество между государствами важно потому, что это позволяет обмениваться мнениями, опытом, развиваться в области туризма и торгово-экономических отношений, а также знакомиться с культурой и традицией народа. Мероприятие посвящено обменным опытом городов-побративов по разным направлениям. Мы конкретно по ЖКХ и благоустройству хотим поделиться нашим опытом, благоустройством создания комфортной городской среды в Московской области. Вы знаете, что по итогам 2017 года федеральное правительство определило нас как лидеров. То есть мы заняли первое место с Татарстаном вместе по реализации президентской программы формирования комфортной среды. И, конечно, у нас есть принципы, механизмы, которые можно поделиться с гостями, с разными городами Европы, в том числе Словакии. На встрече представители обеих сторон обсудили разные вопросы. Были затронуты темы не только экономические и политические, поговорили о культуре и спорте. Здесь очень много целей. Мы все взрослые люди понимаем, что есть и политические цели. Ведь что такое города-побратимы? Это народная дипломатия. Второе, безусловно, экономические связи. Третье – это культурные, спортивные, социальные. Много вопросов. Все присутствующие на мероприятии обязательно извлекут для себя полезный опыт, который смогут применить для блага своей страны. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Здесь областное училище.